Что такое техническое обслуживание, какие услуги и виды работ входят в это понятие и как распределяются средства? Если раньше не каждый сотрудник ЖКХ мог ответить на эти вопросы, не говоря уже о простых потребителях, то новый указ президента номер 535 о предоставлении жилищно-коммунальных услуг наконец-то внес ясность, разделив сферу технического обслуживания жилого дома на три самостоятельные услуги. Первое так и называется – техническое обслуживание. Вторыми в отдельную категорию выделены работы по благоустройству, которые будут полностью оплачиваться за счет средств местного бюджета. Касается это и дворников. В то время как третьей отдельной услугой стала уборка подъездов и освещение мест общего пользования. В отличие от предыдущих, их оплата всецело возложена на плечи жильцов. При этом в указе определено, что люди могут и сами убирать, если они на общем собрании решат, что мы будем самостоятельно осуществлять уборку места общего пользования. За нами тогда остается дезинфекция, ну и контроль, чтобы было чисто. Второе – это сегодня расход электроэнергии на освещение мест общего пользования, работы оборудования и лифтов. Значит, здесь тоже выведены эти затраты из себестоимости технического обслуживания, и отдельно население будет тоже за них платить, значит, по фактическому их расходу. Таким образом, указ создал массу стимулов для жителей домов экономить энергоресурсы, беречь общее имущество, следить за порядком не только в квартире, но и в подъезде. Эти новшества – не единственная в перечне задач наступившей пятилетки. Снижение потерь воды, прокладка водопроводных и канализационных сетей, поиск и создание новых теплоисточников на местных видах топлива, увеличение сбора вторичных материальных ресурсов, в частности, макулатуры и уничтожение мини-полигонов ТКО. Это лишь часть заданий, которые необходимо выполнить в этом году. Кстати, последнюю задачу коммунальщики решают совместно с санитарными службами. Об этом шла речь на итоговой пресс-конференции в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Мы добились от ЖКХ заключения договоров на планово-регулярный вывоз отходов со 100% жителей населенных пунктов, сельских именно. Удалось нам также ликвидировать в 2015 году нашими силами, по нашим предписаниям, ликвидировано 275 свалок, несанкционированных отходов. Ну, в общем, наша работа, конечно, продолжается в 2016 году в таком же направлении. Продолжая тему вторсырья, Сергей Лобанов подчеркнул, что в этом году планируется расширить контейнерный парк для сбора мусора. Кстати, благодаря выигранному гранту в 1 миллион евро, уже в этом месяце в частном секторе города будут бесплатно установлены 8 тысяч контейнеров. Также на эти деньги Брестский мусороперерабатывающий завод планирует приобрести новую технику. Однако особое внимание в этом году будет уделено модернизации предприятия, стоимость которой составляет порядка 3,5 миллионов евро. В чем она будет заключаться? Ставится на существующей линии дополнительное оборудование. Это оптические и баллистические сепараторы, которые при помощи точных пневмотических струй воздуха на транспортерной ленте будут, во-первых, определять каждый вид ресурса, допустим, полиэтилен, макулатура, еще что-то, и выдувать на специальные транспортеры. Значит, баллистический сепаратор будет отделять, допустим, полиэтилен плоский от объемного. И таким образом, значит, мы планируем увеличение объема сбора вторресурсов. Таковы основные задачи новой пятилетки 2016-2020 годов. С учетом сложившейся ситуации в финансовой сфере страны, областное управление ЖКХ во главу угла ставит экономию с большой буквы. На коллеге были четко обозначены рычаги управления, которые руководители могут использовать для работы в непростых условиях. И уже от того, насколько грамотно они будут исполнять поставленные задачи, зависит успех не только предприятия в целом, но и каждой из его хозяйственных сфер. Продолжение следует...